да непривычно непривычный формат общения какой-то два дня до этого мы щупали формат что называется поскольку мы не понимаем пока что как снимать что снимать это видеоблог видеоблог о том какие интересные машины у нас есть в россии в москве какие интересные мероприятия у нас проходит автомобильного формата и со всеми такими мероприятиями или проектами мы будем вас знакомить если брать тот же дтс драйв то это совершенно другой формат то есть это не live это текст который у меня есть в голове я его выговариваю красиво четко ровно до тех пор пока мне самому не понравится здесь мы хотим сделать все иначе здесь хочется сделать live где будут возможно и оговорки где будет не такая может быть чистая речь ну и черт с ним это будет зато жизнь это будет все по-настоящему слушай дачу рать затянув проверь пупу монитору чтобы она работает звук на ту идет я уже очень опоздаю давай-ка я поеду так так вроде все работает обставили все я ее снесу сейчас рукой когда буду поворачивать не страшно компания платит но здесь места нет вообще слушай ну а когда мы снимаем тест-драйв там снимает одна камера здесь снимает сколько сейчас камер главный денег платит тебе платят на тебе тоже мне надо будет платить сейчас натурой практически строили тут шоу трумана честь имею спасибо вам большое итак мы сейчас направляемся к гоше это гоше turbo тех у него сейчас активно готовится к соревнованиям несколько автомобилей очень интересных соревнования у нас состоятся 6 7 августа в нижнем новгороде то есть там пройдет второй этап чемпионата россии подрагайсингу и совмещенный с ним этап гонки и битва моторов лампы веры все дела тут ну пожалуйста реально ну сейчас не до этого чесно то но я вот уже нет выбора уже нет вариантов что я съеду со съемок блога блог будет сниматься блог будет выкладываться ребятам формат общения с виде блога не немножко непонятен они стесняются они смущаются здесь нужно наверное есть наверное снимать так как в общем-то происходит все в реальной жизни с теми же шутками с теми же какими-то приколами друг на другом и показать как она как она есть на самом деле что происходит братан люцик же будет на в нижнем на в нижнем на в нижнем будет лица в нижнем будет а в нижнем а ламба на в нижнем братан если так будешь продолжать разговаривать аааааааа это было больно только попробуй мне сделать отвечаю Это мотор от ГДРя. Это GTR Он всем надоел А вот это интересная машина Это новая R8 Которая скоро будет битурбовая Скоро будет битурбовая В общем, я не буду ребят отвлекать Они сейчас подключают, скорее всего, нестандартный, нештатный мозг Скорее всего, это Audi будет работать на так называемом мозге Cyvex Это полноценный мозг, который может управлять всеми функциями автомобиля И коробкой передач и двигателем Также можно настроить трекшн Также можно настроить буст по передачам В общем, этот мозг позволяет сделать все Но есть некоторые нюансы при его подключении Поскольку это первая эта винтурбовая R8 нового поколения в России То, разумеется, ребята испытывают некоторую сложность То есть 80 градусов и все, он пишет, что можно дальше тестировать Неужели он как-то не знает ни одного То есть он запустил тест, начал насосами качать И увидел, что где-то утечки, где-то какие-то параметры Он уже уходит и все Я думаю, что это соленоиды, дядь Это просто соленоиды Это не датчики давления Нет, это соленоиды, понятно А датчики давления тут Да И он на них просто не увидел давление И все То есть по сути сейчас надо от ЕГЭ вот сюда подсоединить Вот эти два шланга и все должно заработать Может быть это У Гоши, да, есть микроволновка Да Да, нет, супчик не надо Можно без супчика У Гоши сейчас будут делать здесь битурбовый кит Причем взрослый битурбовый кит со вскрытием мотора С установкой шатуно-поршиневой группы Соответственно с понижением, умышленным понижением степени сжатия Да, Сань? Правильно я все говорю? Правильно Не знаю, возможно поменяются коленвалы Разумеется, совершенно точно поменяется впускной коллектор Сварится турбокит Турбокит будет варить вот этот человек с золотыми руками Возможно он уже занят этим Вы можете посмотреть Это Паша наш, что называется, сварщик от бога Здесь семиступенчатый робот Очень быстро, очень классно И на него скорее всего уже заказано усиленное сцепление от Дотсон Ну, я думаю, что в этой машине совсем скоро Ну, как совсем скоро, через месяц-полтора Мы увидим порядка полутора тысяч лошадиных сил Полутора тысяч лошадиных сил Я сейчас должен просто выйти из кадра Это Audi R8 V10, который мы совсем недавно тестировали Кстати, если хотите посмотреть тест-драйв Можете залезть на канал Драктаймс Инфо и найти его Что снимаете? Короче говоря, знаешь, вот есть коллектора в банке Работают, которые собирают бабки Ну, вот когда там, когда ты должен банку Да, я знаю, я должен банку Они начинают звонить, да, и говорят тебе Ты должен денег, как дела, дружище? Ну, ну, ну Вот А я, соответственно, тоже должен, но не банку Ага И чтобы рассчитаться И чтобы люди видели, что я работаю и стараюсь Мне прицепили оператора, который должен ежедневно снимать мою жизнь И показывать, что я не пинаю одно место А ты не знал? 21 век Это, эти, судебные приставы нового поколения Частная контора Да, и вот частная контора, называется Драктаймс Я, типа, делаю вид, что они меня достают А на самом деле начинаешь привыкать А сколько зарплаты у тебя с ней? Не секрет, я у него Сколько у тебя зарплаты, Рина? Слушай, а я тебя видел, по-моему, ты не подрабатываешь этим Вот машину, кто номера фоткает, а? Было пару раз Было пару раз, точно Я видел тебя Вы же, вы же все сдохните, уроды Вы все сдохните, суки Все передохните, пидорасы Сами и ваши семьи Это обращение к моим хейтерам Мы в поезде ездим В Стриже или в Стриже? В Стриже В Стриже Проект это Lamborghini Huracan Twin Turbo Мы такие Lamborghini много раз тестировали в рамках DTS Drive Но эти машины, построенные две у Гоши Отличаются тем, что здесь установлены турбины Жень, а это бачок метанола, да? Да А сколько он литров? Пять литров? Да Жень, короткий блиц вопрос Для чего нужен метанол? Для охлаждения впускного воздуха и увеличения угла зажигания В эти выходные она попадет в Нижний Новгород на битву моторов И покажет свою силу на четверть миля Мои предположения, что на проклеенной трассе при хорошей мощности Она может поехать и с 10 секунд, 9,5, может быть даже низкие 9 Но напомню, что здесь стоковый мотор, стоковая коробка, стоковое сцепление Просто установлены турбины, минимальное давление на дуа Да и все Давай покажем турбины, вот они Здесь турбокит Вот это холодная часть турбинки Пресижн турбо Вот вторая турбина Пойдем посмотрим, сколько мощности она показала 810 колесных сил Вот этот график 810 колесных сил Это почти 950 примерно сил на маховике И это еще не максимальный надув То есть идет настройка Вот Олег Кучеров настраивает Мы можем подглядеть к нему в окошко Это Nissan GTR GT1000 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 Очень громко Вот это у нас кривая мощности Вот это кривая крутящего момента Вот мы видим 780 колесных сил максимально И 920 колесного момента Это лучшем замере Вот пик крутящего момента получается Вот пик мощности Загорелый Приехал Отдохнувшись Сразу настроил Там был старый софт Коба Который они поменяли Буквально пару месяцев назад Поэтому сейчас все перестраивается Опять же метанол И такой летний уже бодрый сетап Достаточно нормальный Делается Потому что В актуальной жизни Основная проблема машин От 800 до больше сил Это нет достаточного сцепления с дорогой Поэтому обычно мы на зиму Делаем достаточно плавные Такие спокойные машины Без всплесков мощности и моментов А сейчас так как лет Человек хочет получить Можно дать короче Да Что скажешь про ламбы Потому что Гоша занят Бегает Я думаю что Эта платформа будет очень быстрая Все зависит конечно от бюджетности Решения От того Ну ГТРы Очень Массовый продукт Поэтому Их быстро Очень набрали Опыты Набрали Большое количество Как в автомобиле И дает быстрый прогресс Ламп так много нет Поэтому прогресс помедленнее Что надо сделать Чтобы он заработал Этого убить Нас сначала Вот это Камера А кстати да Короче Потом монтаж Потому что там У Мартина сгорело Два мотора И у этого сгорело Несколько Так ладно Пока там они говорят Про сгоревшие моторы Здесь завели ламбу Таргет занят Была какая-то история Перед поездкой в Грецию В 2014 году Когда Моисей поставил рекорд Европы И третий результат Дат в мире 7,8 секунды На четверть мили Моисей Это GTR Такой Олег его настраивал И Представьте Значит ситуация Ноябрь Холодно Все машины Автовоз уже уехали В Грецию Мы сидим На стенде Ночью Пытаемся настроить Этот GTR Через три часа Ему надо уже выезжать Чтобы успеть До парома Который едет на остров Ну Который перевезет автомобиль На остров Крит Адская ситуация И Тут у нас Какая-то проблема То что нет буста Да по-моему Что-то с наддувом В общем Машина Не получается Ее настроить полноценно Куда-то делся наддув И в общем Все нервные ходят Нервничают Курят Пьют Ну Редбул Разумеется Что еще ночью пить И тут Выходит Олег С довольным лицом Который только что 15 минут копался В ноутбуке Со фразой Братцы Да вы шо Вы Таргет Буст Гляньте Вот с тех пор Мы его позвали Таргетом Потому что Он нашел проблему Там В строчке Таргет Буст Стояло Стояло Не то Значение Собственно Таргет С тех пор Повзрослел Возмужал И открыл Свой стенд Немного Немало То есть Это стенд На который Машина заезжает Колесами Вот на эти барабаны Вот на эти барабаны Заезжает передними Задними колесами Ну соответственно Если машина Заднеприводная Только на задний барабан Если полноприводная То на оба барабана Каким образом Коротко Так вот Объясни нам Каким образом Ты считываешь Мощность Вот когда машина Здесь едет То есть Колесо крутится Оно крутит барабан И Ты там не видишь Стоят еще электромагнитные катушки И датчики на катушках Так Которые считывают Приложенную силу Барабан И высчитывают Мощность И соответственно Мы получаем Ту самую Вожделенную нами Мощность на колесах Мощность на колесах Что такое Мощность на колесах Есть мощность Которая развивает Двигатель То есть Во всех Паспортах Завода Указывается Мощность Именно на двигателе По пути Передачи Этой мощности На дорожное полотно Есть трансмиссия И разумеется Из-за трения Существуют Некие Трансмиссионные потери Соответственно Мощность От двигателя Добирается До дороги Потеряв Примерно 15 18 Иногда 30% Иногда 30% Зависит от трансмиссии То есть И от резины Очень сильно зависит Ну тогда и от дисков Зависит Это же не подрессорные массы От массы диска Нет? Это зависит еще от резины Сильная Насколько она мягкая Чем мягче резина Тем меньше придет Мощность у тебя на дорогу Вот так даже Конечно Да Потому что часть энергии Затрачивается на то Чтобы сгибать ламель в резине Понимаешь? Вот этого я не знал Но получается Что ступичный стенд Это никогда не поймет На ступичный стенд Не приходит Это конечно Да Все правильные пацаны Меряют мощность Именно на колесах Потому что на моторе Она может быть у вас Хоть миллион лошадиных сил Важно именно Сколько доходит до колес Из этой дырки Из этого отверстия Да Из этого отверстия Да Говорим научными терминами Воздух Под давлением Ну не под давлением Ну под неким напором Выходит И сразу задувается В радиаторы В интеркулеры И так далее Автомобили Не дает автомобилю Тем самым Перегреться То есть У нас удерживается Необходимый Режим Температуры Чтобы машина Не перегревалась То есть По сути Мы пытаемся Симулировать дорожную ситуацию А давайте начнем Покласть Ну чтобы Вот это Вы от гаража Подойдете Возле капота Скажете Что мы поедем Нет 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 Не злите меня Чего Чего Битвы моторов Пишите Пишите В комментариях Те машины Которые вам интересны Возможно Мы к вам приедем Даже если Это не в Москве Если это Действительно Интересный Уникальный проект То об этом Можно Снять видео Прилететь Куда угодно И сделать Хороший материал Я думаю Что это будет Интересно И нам С точки зрения Как создания Материала И вам Дорогие зрители Для того Чтобы это посмотреть О чем Господи Боже мой С твоими Разговорчиками Так Куда хочешь Так Садись Я отказываюсь Не комментировать У-ху-ху